Уральские артисты готовят новую постановку для населения, в том числе и с нарушением зрения. Принципиально новую форму современного интерактивного театра, иммерсивного, внедряет лаборатория образов «Бромус». Эти ребята хорошо известны своим нестандартным подходом к творчеству. Суть показа в том, что зритель, а в данном случае слушатель, становится участником действия. Такой формат необходим, что сейчас зрителя нужно как можно ближе впускать в театр, потому что это вызывает огромные какие-то чувства новые, начинают работать иначе нейроны в голове. Мне кажется, это хорошо, как-то раскрывается душа по-другому. И все-таки мир меняется, взгляд на мир тоже меняется. В качестве произведения для спектакля выбрана пьеса Антона Чехова «Душечка». Современную интерпретацию нестареющей классики. Такие участники, находящиеся в зале, не увидят, а прочувствуют. По задумке авторов, слушатели будут сидеть с закрытыми глазами. Мне хочется, чтобы люди начали смотреть не только глазами, но и сердцем, где-то там спиной, где-то чувствовать этот мир. Не только видеть. Потому что сейчас такое время, когда человек видит, и не всегда это все является тем самым, что видит человек. А когда ты чувствуешь, то это может оказаться правдой. Исполнять роли главной героини будут четыре актрисы. Живаться в образ пришлось недолго, рассказывают артистки театра. Герои гениального Чехова живут в каждом из нас. Мне кажется, в каждой женщине есть что-то, что похоже на душечку. Но в душечке это все-таки Антон Павлович Чехов, он немножко преувеличил. Это такой преувеличенный образ женщины, которая обо всех заботится и живет для других. Каждый раз, прочитывая заново, находишь в словах новой интонации. То есть он каждый раз обогащается и обогащается с каждым новым показом. Поэтому и душечка эта вот настолько актуальна сейчас. Вы знаете, я когда вчиталась, я сейчас понимаю, есть вокруг нас эти люди, есть эти женщины, есть такие душечки. То есть это настолько вот она, пьеса современная. Погружать публику в историю русской женщины артистам помогут ассистенты. Они будут находиться за спиной слушателей и отвечать за ощущения, звуки и даже запахи. На самом деле это очень интересно, когда ты работаешь со зрителем. И это передает такую атмосферу, ты так чувствуешь все. Мы работаем с таким экспериментом впервые. И на самом деле, хоть мы ничего такого не делаем, мне кажется, мы исполняем некоторую большую роль. Потому что мы должны все в тишине исполнять, чтобы зритель вас не почувствовал, но в то же время ощущал какой-то уют. Иммерсивную постановку лаборатория образов «Бромос» уже представила уральцам и жителям города Советский. Ближайшая постановка запланирована на 10 апреля в рамках фестиваля любительских театров «Надежда есть». Гузель Иванова, Шамиль Саидов. Специально для новостей.